Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в столице на пожары ИЧС подразделения МЧС совершили уже 1900 выездов. На пожарах погибли 15 человек, один из которых ребенок. 28 человек, в том числе двое детей, пострадали. Более 1800 человек удалось спасти и эвакуировать. Подробности о происшествиях ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Для столицы ночь с понедельника на вторник запомнилась серия автопожаров. На улице Некрасова загорелся погрузчик. Возгорание произошло в кабине многотонной машины. Следователи предполагают, что ночью кто-то поджег автомобиль. А вот на улице Платонова, по всей видимости, в результате короткого замыкания воспламенился Ситроэн. Огонь разрушил двигатель, закоптил лобовое стекло и кузов автомобиля. Также пламя повредило рядом стоящий мини-купер. Во вторник около 4 утра, благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации, удалось предотвратить крупный пожар на складе. Инцидент произошел на улице Смоленской. Оперативно прибывшие спасатели установили, что огонь появился на металлических стеллажах складского помещения и быстро его ликвидировали. В результате пожара на первом этаже закопченной стены повреждено имущество. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Днем во вторник в квартире жилого дома на улице Каменогорской произошел пожар. Запах гари первыми около полудня почувствовали соседи. Они-то и вызвали спасателей. Огнеборцы ликвидировали возгорание. Оказалось, что сперва в одной из комнат загорелся диван, а после пожар возник на кухне. Оба очага никак не связаны друг с другом, и поэтому основная версия – поджог. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В среду вечером на номер 101 от очевидцев поступило сообщение о ЧП в гаражном кооперативе «Тепличный» на улице Академика Жебрака. Оперативно прибыв к месту вызова, работники МЧС установили, что здесь произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате чего серьезно пострадал 30-летний мужчина. С ожогами 80% тела он был госпитализирован. Следует отметить, что в гаражах, сараях и других подсобных помещениях хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости можно, но в определенных условиях – общей массой не более 20 кг и только в металлических, плотно закрывающихся емкостях. При этом категорически запрещается курить и пользоваться источниками открытого огня – спичками и зажигалками. На балконах хранение подобных веществ категорически запрещено. Минск чрезвычайный. В четверг ночью недалеко от Севастопольского парка на проезжей части горел автомобиль. По прибытии спасателей пожарных было установлено, что загорелась кабина грузовика ИВЕКа 2007 года выпуска. Предполагаемая причина пожара – поджог. Не обошлось на неделе и без происшествий на воде. В субботу около 7 часов утра работниками Центра водолазно-спасательной службы МЧС в акватории Цнянского водохранилища в 250 метрах от берега были обнаружены и спасены двое 19-летних парней. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения и получили переохлаждение организма. Медицинская помощь им не потребовалась, и горе пловцы отправились домой. Хочется отметить, что сутками ранее также на Цнянском водохранилище произошло похожее ЧП. В 70 метрах от берега начали тонуть две девушки 22 и 28 лет. Их оперативно спасли сотрудники освода. С диагнозом состояние после утопления и алкогольное опьянение пострадавшие были госпитализированы. МЧС в очередной раз напоминает – алкоголь – основная причина гибели на воде. Купаться после распития спиртного категорически запрещается. Также нельзя нырять и прыгать в воду в незнакомых местах и разрешать плавать детям без присмотра взрослых. В воскресенье на 101 поступило сообщение о пожаре в бане, расположенной на территории частного домовладения по улице Тенистой. Здесь около 7 часов вечера произошло возгорание по всей площади деревянной обшивки парильного отделения, расположенного на первом этаже отдельно стоящей бани. Причина появления огня – нарушение правил эксплуатации печей. Вот такой была ушедшая неделя в столице. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующий вторник. Берегите себя. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.